День ВМФ Мосты разведены, все перекрыто. Моряки это хорошо. Кстати, бате привет. Большой лайк и привет. Центр перекрыт. Я не представляю, честно говоря, как мы поедем, потому что мосты разведены, а нам нужно подъехать к театру лицедеи, а это в центре, брат. Да, да, да. Город перекрыт, поэтому будут небольшие трудности, я думаю, с этим. Ну, это же независимый эксперт, все как всегда. Тарас Сергеевич, добро пожаловать в отреставрированный автомобиль, только я тебя очень прошу, не садись на клоунов Анвара. Любимых клоунов, благодаря им автомобиль был подчинен. Клоунов мы пересадим на задний ряд. Комфорт. Так, сейчас. Ах ты ж твою, не цепится. Проводились. Ты дверь, по-моему, не закрыл. Как не закрыл? Ну, так же, как закрыл, только наоборот. Вот, смотрите, научился. А, все, теперь кайфушки. Отлично. Так, сейчас, секундочку, подсос. Подсос. Да, да, я понимаю. Зажигание. Есть. Стар. Есть. Пушка. Пушка. Ремнями безопасности не оборудован. Абсолютно. Слушай, ну что-то все-таки в этом есть. Сейчас немножко нагреется. Ты посмотри, какой прием. Какой прием. Ну, это ситуация началась. На самом деле, офигенная тачка. В общем, мы машину наконец-то доделали. Машина технически исправна. А Анвар не знает, что мы ему ее везем. Поэтому нам надо подъехать как-то к театру. Без палева. Каким-то образом его из театра выманить. И вручить. Ну, я бы сначала хотел, чтобы он просто ее увидел. Вот, и посмотреть на его реакцию скрытой камерой. А, скрытой камерой. Скрытой камерой. Посмотреть на его реакцию, да. А потом уже, не знаю, что-нибудь придумал. Это же независимый эксперт. Можно открыть даже прям уж. Будет прям хайф. Кстати, насчет открыть. Да, я на самом деле... Разделяю Тарас Сергеевич твое мнение насчет открытия. Да, да, да. Крышу. С ветерком, да. Прям. С понашками. Но машина дорогая. Машина чужая. Сегодня день в МФ. Все закрыто. Люди, которые в городе, у них будут купить мозги. Они будут всюду лезть. Им будет все равно, культурная это ценность или не культурная ценность. Тем более, у нас нет страховки на этот автомобиль. Поэтому я предлагаю все-таки не испытывать судьбу. И отправиться на его квадри. Ну, давай. Ну, да. Это будет максимально безопасно. Безопасно. Да, да. Мы колоссально нравственно страдали с этим автомобилем. И мы, и Евроавто на протяжении сколько? Почти года. Да. Автомобиль собран заново. И было бы очень печально, я тебе хочу сказать, чтобы сейчас кто-нибудь на Солярисе все это дело сделал. Смотри, он, видишь, Аганнич как, понимаешь? Да, радуемся. Он колоссально нравственно сейчас. Вот, и честь отдает. Красавы. Ну, что, тогда давай крутиться. Да, давай, давай. Сейчас надеву акватор. А, фары выключайте. Фары, все, все, все. Все-таки правильным было решение взять эвакуатор и доехать на эвакуаторе. Ну, мы не знаем, что происходит в центре, поэтому береженого Бог бережет. Еще, еще чуточку, давай. Оп, хорош, хорош, да, отлично. Все. И платформа вверх. Георгий Александр, ну и футболка у тебя, я тебе хочу сказать. Ну, прям легендарная. Легендарная футболка, да, как на великой стене берлинской. Ты что? Нарисовать можно на тебя, да, как на берлинской стене? Там, кстати, много, что, кто нарисовал? Да? Ну, покажи, сзади никто ничего не нарисовал. Ну, нет, это ошибка. Ну, да. Спина не белая, да? Значит, скоро нарисуем. Ты лучше подумай, как мы сейчас будем прорываться сквозь кордоны. Я вот опять-таки же, я поэтому и сказал, что это было правильное решение взять эвакуатор. Потому что мы не знаем, что нас просто ждет в центре. А так мы проскочим. Серега, давайте поставим ему лайки, потому что вот этот человек на протяжении практически года изобретал этот автомобиль. Посмотрите в его глаза, он сейчас так его провожает. Красотень. Да. Сами забирали, да? Да, да, это подарок. Ну, как сказать подарок. Это отреставрированный автомобиль. Мы сотрудничаем с компанией Евроавто. Это отреставрированный автомобиль. Это его автомобиль? Нет, почему? Это лицедей, же знаете, вот здесь театр? А, знаю. Вот, это Анвара Лебабова. И у нас сегодня такая история, мы должны ему этот автомобиль вручить. Он приедет часа через полтора, и он еще не знает. А, то есть все это ремонтировали? То есть это сюрприз. Да, 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 да. Мы год назад ее взяли под реставрацию, вот мы ее отреставрировали, и сейчас мы должны ему эту машину вручить. Вашли запчасти где-то накопали, да? Слушайте, ну, приключения длиной в год. Но машинка очень хорошая, да? Сразу вспоминается Луи де Финес, Монашки. Но тут мы не прошли. Молодцы. Да, да. Удачи вам. Спасибо, спасибо, приятно. Ты на художественном машине. Да, да. В общем, мы сейчас подъехали к театру, и люди очень живо реагируют. Вот даже девочка на BMW такая, опа, посмотрела. Несмотря на то, что X4 такая, о, с ботоксом, о, ничего себе, тачка. Ну, таймерская. Таймерская культура, это хорошо. Так, у нас есть 20 минут, чтобы посмотреть на реакцию людей. Потом машину будем прятать, потому что Анвар должен приехать где-то минут через 40. Так или иначе, несмотря на то, что сегодня день в МФ, мы прорвались. Это хорошо. Спасибо нашему экваторчику Евгению за то, что он как бы красиво проехал. Здрасте. Здрасте. Клевая тачка. Сата. Как вас зовут? Саша, меня зовут. Александр, очень приятно. Меня Георгий Александрович. Нравится? Обязательно. Ну, это хорошо. А я вас знаю, я вас смотрю. А, вы нас смотрите? Да, еще я вас радиатор от самолета покупал на BMW на свою. Радиатор от самолета? На свою пятерку. Я как-то приезжал. Так это ж сколько лет назад-то было. Вот, вот тогда мы и познакомились. Саня, я, честно говоря, у меня память-то... Я понимаю, популярность она такая. Слушай, нет, никакой популярности. Просто я уже в последнее время ничего не запоминаю. Но, тем не менее, радиатор-то пригодился? Да. Да, все хорошо? Да, я на нем в Москву съездил, туда обратно, много раз. И не бахнул? Не-не-не. Ну, 500... БМВ, надежность. 540 на палочке. 540 на палочке. Е39, двойные стеколки. Не сыпь мне, не сыпь мне соль народу. Мы из нее BigFood сделали, понимаешь? Мы не украли ее. Да ладно? Я до сих пор плачу уже третий год. А кому она нужна? Слушай, не знаю. Я ее стукнул чуть-чуть. Поставил возле сервиса. Пока чинил, пока туда-сюда. Короче, приезжаю. Что, нету? Нету. А ДК сервис что говорит? А это самое, там, грубо говоря, метров 500 от них было. А говорит, а мы не видели, не знаю. Какой прекрасный сервис. Доказая, вот что написал? Да, как что? А что? Да ее распилили в тот же вечер. Она шкалявая была. Там самоблок заводской, они же... Не приятная история. Да. Ну, радиатор прям огонь был. Он прям подошел так. Прям как родной. А где вы взяли это? Ты говоришь, ты канал смотришь? Ты же говоришь, ты канал смотришь? Смотрю. Понимаешь, мы год ее реставрировали, вот приехали отдавать. Да ладно. Да. Клюво. Крутяк. Так что нам еще здесь постоять минут 20, потом будем ее прятать, потому что мы как раз сюда куда-то подъедем. А-а-а. Мы тут уже что-то много подписчиков наших встретили. А что он там делает? Тарас Сергеевич? Да. А он снимает то, что мы говорим. Да ладно. Да. Магия кино. Да, видишь, это типа скрытая камера. Я понял. Ладно. Все, Садь, давай удачи. Всех благ. Да, не пали нашу контору. Слушайте, ну несмотря ни на что, сегодня независимый эксперт определенный везет. Пока. Постоянный сейчас везет. Это удивительно. Ждем. Мне только что позвонил Виктор. Он знает, что мы привезли Ситроен, а Анвара еще нет. И он приедет раньше и покажет место, где мы можем его спрятать. Но пока стоим здесь. Я думаю, сегодня в Инстаграмах пополнится истории культурными ценностями французскими. Я вот сейчас реально стою и переживаю. Хоть бы Анвар раньше времени не приехал. Он может. Он может. Пацаны, смотрите, какая тачка. Культурная ценность, да. Ваша? Да, да, да. Ну не то чтобы наша, но... Завлекаетесь. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Я сам на эвакуаторе работал. Папа, сфоткай нас. Да, надо сфоткать, конечно. Смотри, Заня, Заня. Оооо. Вот фото, фото. Ребята, это всего-навсего Селика. Ничего интересного, фигня. Вы посмотрите, Ситроен. Вы что? Ребята, вы хоть улыбнитесь. Во. Чего? Какого бы. Старенькая. Спасибо. Не за что, ребят. Вам спасибо. Вам спасибо, что молодежь прививаете к культурным ценностям-то. Они смогут, да могут. Хотят же завлекать только даться. Да, да, да. Удачи, ребят. Даже маленькие девочки интересуются. культурными ценностями. Сфоткай меня. В такие моменты я понимаю, что все-таки вот этот год работы не прошел зря. Времени у нас уже остается немного до приезда Анвара, поэтому машинку надо потихонечку прятать. Не хотелось бы, чтобы он ее увидел раньше времени. Помчались. Господа, я вас категорически приветствую. Виктор, наш, так сказать, засланный казачок. Леонид, мое великое почтение. Смотрите, мы от театра отъехали, вот, потому что Анвар, насколько я знаю, поедет с той стороны, и по Вектору он машину не увидит. Нам нужно решить вопрос. Я так понимаю, он сейчас приедет, зайдет наверх к себе. Но мы его заведем, чтобы он не видел. Да, 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 да. И я буду ждать от вас сигнала. Да. То есть вы как-то его выманите на улицу. Я не знаю, сегодня... Мы просто выйдем, скажем, черевизни там приехали. Да, мы придумаем, что-то скажем. Тем более, к вам сегодня, да, НТВ, насколько я знаю, приезжает. Да, вот. Вы скажите, что она у тебя приехала и снимать будет на улице. И мы как раз перед входом машину поставим. Поставим скрытую камеру. И посмотрим на его первую реакцию. Тут главное... Это здорово, конечно. Ничего не говорите. Ничего не говорите. Главное, что в день военно-морского флота... Да, 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 да. Мы вообще думали, мы фиг проедем, но мы проехали. Не, здорово. Тем более у вас, Леонид, все соответствующее сегодня. Да, я даже одел. Короче, будем совмещать приятное с полезным и со счастливым. Вот. Сейчас вся надежда только на вас. Мы постараемся от нас делать все зависящее, отыграть. Мы ждем тогда отмашки. Мы выйдем просто, и мы не будем говорить, а машина будет там стоять. И так, да, он посмотрит, а мы скажем, это твоя, что ли, тачка-то, или что? А тебе на этой тачке приехали? Ну, типа того. Типа того, да, да, да. У тебя же она сгнила. Только давайте сразу сыграем, что он... Мы молчим. Да, вы вообще сначала не замечаете, пусть он первый ее заметит. Давайте, хорошо. Все, договорились, детки. Все, отлично, отлично. Жду звонка. Сигнала, сигнала. Все, хорошо, договорились. Операция продолжается. Прям гордость у меня берет, пока. Почаще бы такие вещи делать. Так, клоуны сидят. Анвар приехал, он сейчас находится наверху. Мы сейчас ждем звонка от Виктора, когда он начнет спускаться. Прячемся и начинаем съемку самой скрытой камеры. Сергеич, я понимаю, ты мужчина не маленький, но сейчас тебе нужно максимально собраться и максимально быть невидимым. Я не знаю, как ты это сделаешь. Это, в принципе, не по твоей харизме, но это надо сделать, брат. Спрячусь. Красавчик. Смусорки. Прикиньте чем-нибудь творческим. Столбом, я не знаю, что я не знаю. Деревом вот таким. Не бывает таких толстых стволов. Бывает, бывает, бывает. У нас в Ленинградской области и не такие стволы бывают. Все, ладно, хватит базарить, давай прятаться. Господин Перковский, здравствуйте. Как вас ничего? Автолюбители и ведущие одновременно. Вот, блядь. Вот мой Женя тоже, конечно. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Слушайте, это одни из лучших, так сказать, ведущих и музыкантов в городе Герой Ленинград. Да, все, давайте, ребят, давайте, удачи. Мне нельзя выходить в центр города. Просто шагу нельзя пройти, чтобы кто-нибудь, конечно, кого-нибудь не встретить. Здесь друзей и знакомых. Куролесил я в свое время по городу Герой Ленинград. Да, было время. Все, заговорились, прячемся. Так, короче, выходит Анвара, я прячусь за углом. Блин, очень жалко, что мы не смогли туда повесить ни камеру, ни петлю, иначе бы он это заметил. Ну, очевидно, он же профессионал, а так, как бы, он выходит, и машина стоит. Я, к сожалению, сейчас не слышу, что они говорят. Сейчас еще. Пять секунд первых впечатлений. И я думаю, что пойдем. Анвар, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас мега категорически приветствую. Дай, где я вас сниму. Камера где? Я не скажу, найдите, найдите, но камера есть, она скрытая. Нам очень хотелось все-таки отдать этот автомобиль вам, чтобы это было сюрпризом. Да, давайте снимать, где ваша камера. Все, найдите. Мы сохранили клоунов. Вот этот вот французский мануал на чистом французском языке нам очень сильно помог. Я очень благодарен, что он был в машине, потому что, если бы не он, мы бы его не починили никогда. А ты, хорошо, а где ты взял вот это? Это я в авторизе купил. Вы не представляете, сколько ночей мы провели со словарями, потому что Citroёn действительно креатив технологии. А зрителей-то много было? Вы, в смысле, смотрели на это? Да, 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 да. Мы пока вас ждали, здесь подсняли. А вообще в интернете? Много, много, много. Тысячные, миллионы просмотров. Камера стояла. Представьте, сделать трубочку поменять, а тебе всю машину ремонтируют. Да, не, да, знаете, как было? С трубочки. Знаете, как было? С трубочки начали. Мы приехали к Анвару. Ну, думаю, народный артист России, надо помочь. Проблем не будет, нужно поменять тормозную трубочку. Мы взяли машину на эвакуатор, приехали и стали поднимать на подъемнике. У меня сердце захрустело. Реально, я слышу этот хруст, знаете, ломающегося железа. И у нее морда вниз пошла. И все. И тут как бы все вот так вот. Настоящая клоунская машина. Да. Она сложилась буквально. Ну, Анвар, просталась тебя. И началась реставрация. Это же вообще целый год реставрировали. Я смотрю, там все в интернете, наблюдаю ее, делают. Вот и все, моя машина, гряди. Я говорю, да сейчас кризис, какой машина. Я их даже не шевелю. Кстати, я приношу свои глубочайшие изменения, но пандемия, господи, прости. Да не, спасибо вам, какая-то. Она очень, очень, очень сильно. Так, нет, давайте без этого. Я хочу вам передать ключи. Вот этого не надо. Что это вдруг-то? Я хочу вам передать ключи от вашего автомобиля. Citroën 2CV, лицо Франции. Бонсуар, мейседан специально по рвотер-визицеце, гран-интервью. Георгий, гран-мерси. Филинданк. Евроавто, Евроавто. Компания Евроавто. Филинданк, авто, Евроавто. Евроавто, да. Слушайте, вы очень хорошо знаете французский. Я тоже ремонтирую. Да, merci beaucoup. Если бы не Citroën. Если бы не Citroën, если бы не фирма Citroën. Анвар, может вы присядете все-таки в автомобиль-то уже, теперь он уже ваш? Иди хоть. О, непривычно-то как, а. Так. Я уже забыл, где чего. Сцепление. Она на передаче. Она на передаче. Да, да, да. Сцепление. И, соответственно, ключ. И газ. Слова, поздравляю. А получается, когда вы сюда переехали, ремонт делали какой-нибудь? Нет, тут все была коробка, бетон, были бетонные стены, и мы все делали. Клеви сами, Витька, Ленька. То есть каждая свою гримерку? Каждая свою гримерку. И вот это ваша гримерка? Да. Здесь я в черно-белом сделал стиле. Вон черно-белый исполненный. Ну, опять же, французские автомобили. Да, DS-21 DS PIXIAL. Пожалуйста. Французская классика. А вот это что за история? Вот это откуда-то привезено или какие-то сувениры? Со всего мира. Со всего мира, да? Со всего мира. И вот они там еще. Вот они. Коллекция. Это только часть коллекции, которая здесь вошла. Потому что большую часть надо... Я хочу выставить витрине, надо хорошее купить и выставить в фойер. А откуда такой портрет? Это аэрография. Это где поклонницы. 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 Один портрет или несколько есть? Нет. Аэрография один, да. А так дети много рисуют. Дети. Дети рисуют уникальные фотографии. Смотрите, Арбат. Арбат, 1989 год. Лето. Смотрите, какой, да? Это вот на лошадке инвалид. 1989 год. Непростое время. Да. Это вот по фонаревшей. Видите, фонари только поставили на Арбат. Сделали брусчатку. И вот первый год. Назывался, и его назвали фонаревшей Арбат. Видите, огромный какой. Вверх углы. В общем, это у нас был мир караван. Мы когда проехали до Парижа. И, кстати, у одного из театров Футсборн, у них был вот этот ДС специаль. Здесь разрисованы под старинный цирк. Знаешь, с вензелями, вагончики были. И я тогда, конечно, поразился вот этому. Он уже... Потом нажал кнопку. На гидравлике. Гидравлическая подвеска, да. Подвеска. Раз на брюхо сел. Потом раз по полю поехал, поднялся. На дорогу выехал на шоссе. Опять сел и погнал по шоссе. И с тех пор у вас и есть любовь к Ситроену. Да. И вот еще здесь. Изначально жучки я хотел. Изначально-то вот они все стоят. Ага. Ух ты, можно, да? Да. Я хочу сделать ремарку. Мы сейчас находимся в гримерке народного артиста России. Нет, вот. Народный и здесь, ребята. Вот мы все. Мы все вот это. Это вот Ситроен, жучок и жучок. Да, да. Вот душа был. Я хотел купить вот это. А купил в итоге вот это. Потому что мы когда поехали в Берлине, и мне жена говорит, вон. В Берлине взяли, да? Да, да. Жена говорит, вон, смотри. Мы на обратном пути из Потсдама. Все-таки специально вернулись, посмотрели. Оказалось, что это не везло. Слушай, там в Потсдаме есть такая мельница замечательная. Там такие делают наливки. Ну, ладно, об этом потом. Это потом. Да. Друзья, очень вас прошу. Вот этот автомобиль, он мне дорог. Очень сильно. Как память. Он вошел в сцену наполовину, потому что он рухнул с колосников, вошел ровно наполовину. Нужно достать, как-то достать. Ну, и отреставрировать. Желательно, конечно. Виктор. Она еще послужит. Морд это нормальный, а жопа погрузилась. Ну, я говорю, пробила сцену. Виктор, вы знаете, при всем уважении, но вот подобного рода реставрация, это скорее гаражу 54. Если хотите, мы вам дадим контакты. Они, я думаю, специализируются как раз именно по такого рода классическим автомобилям. Именно, да. Вы не поверите, они могут вам еще одну привезти, и торчать будет только морда снаружи. Уже проще колесо крутится. У меня вот только руль, нельзя его тоже отреставрировать. Хотя бы побрить. А это 69, знаешь, есть такая организация. Видишь, это у меня Мазда. Это к ним, Мазда. А у Мазда? А у Вазда? Это шутки за сцены. 69 клуб 69. Клуб 69, да, смотрите, какой хороший, да. Какой хороший. Вы так поаккуратнее, у нас есть человек, который любит розовый цвет? Да? А мы ничего такого. А я ничего такого. Ну, так на всякий случай. Жены, жены. Видите, он же мордой пошел. Морда, это же жопа, это же показатель. Когда-то, давным-давно, когда я выходил на сцену и смотрел в темный зрительный зал, тебе в глаза били софиты, ты чувствовал какой-то пересвет, и ты совершенно не видел зрителя. Но ты чувствовал энергетику. И когда идет спектакль, зритель переживает, реагирует, сочувствует, злится, одобряет, испытывает все человеческие чувства. И я очень надеюсь, что в Театре Лицидеи, несмотря ни на что, через какое-то непродолжительное время возобновятся спектакли, и вы вновь принятие благодарного зрителя. Ссылку на Театр Лицидеи мы оставим в описании. Ситроен получился! Браво! Еее! Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Для нас это лучшая оценка. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Очень было приятно. Спасибо. Анвар, наслаждайтесь. Спасибо большое. Повезло тебе. Здорово, здорово. Яша подогнал, подогнал. Спасибо, Яша. Господа, уважаемые сотрудники Евроавто, я вас поздравляю. Ситроен принят. Ура! Помимо прочего, Анвар пригласил все Евроавто в театр на свои спектакли абсолютно бесплатно. Вау! Супер! Всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Эта история длилась уже даже чуть больше года, да, по-моему? Полторашечка точно. Полтора года. Но машина сделана и передана в руки народному артисту России. Всем мира, добра, удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!